Ситуация напряженная, но есть некая динамика стабилизации. Но это не значит, что запланированные ограничения не начнут действовать. Так, уже с понедельника в республике новый порядок проезда в транспорте. От 18 и старше смогут попасть в автобусы, трамваи и метро только при наличии QR-кода, либо медотвода. По словам президента, мера вынужденная. Транспорт – место, где можно заразиться ковидом быстрее всего. Понятно, неоднозначно все это воспринимается, но у нас других путей нет. Этот путь все страны, которые вели, они уже видят, что ситуация у них намного стабильнее. Сейчас ко дню ИКС готовятся перевозчики по всей республике. Напомним, проверять QR-коды будут кондукторы при продаже билетов. Но в городах, где их нет, эта обязанность ляжет на водителей, например, в Елабуге. Мы поставили муниципальный контроль ОПОП и общественников, которые будут на первое время, на первый день помогать организации в этой работе. Мы увидим все проблемы, сложности, которые возникают. А на сегодняшний день водитель будет нести ответственность за выполнение данных мероприятий. В случае обнаружения QR-зайцев штраф выпишут водителям и АТП. Наказание от 10 для физического и до 300 тысяч рублей для юрлица. Сегодня в городе три перевозчика. Понедельника ждут с тревогой. Кто-то может обмануть, кто-то схитрить. Где-то на кого-то времени может не хватить или еще что-то. Штрафы, да, штрафы серьезные, штрафы страшные даже. Пугает пока. Ну, посмотрим. С 22 ноября у непривитых лиц старше 60 лет заблокируют проездные. Именно эта категория сегодня в зоне риска. По-прежнему темпы вакцинации среди них невысокие. Прививку сделали меньше половины. Если взять койки, у нас основная часть это вот лица. 60 плюс койки на койках. Ну, мы и сами стараемся их оберегать. Ну, и из смерти, если взять 85% смертельных случаев, это вот та категория. Рустамин Еханов также напомнил, что с 9 ноября предприятия должны отстранять от работы сотрудников, не получивших первую вакцину. Приближаемся к новогоднему периоду. И очень хотелось бы, чтобы и по ковиду ситуация, она идет на снижение. Чтобы новогодние праздники люди как по-человечески могли как-то это... И мы могли разрешить им проводить мероприятия, ну, с учетом соблюдения всех требований. За последние сутки в Татарстане выявили 265 новых случаев ковид. В республике созданы все условия для вакцинации. На сегодня проявились почти 2 миллиона человек. Миллион 300 получили второй компонент. Рамиль Галиулин, Рани Абдарахманова, Вадим Ларионов, ТНВ, Елабуга, Казань.